Да, отлично, все, comments will appear here. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона. У меня новое здесь место в виде между двумя розетками. Да, итак, кто же сегодня на уроте? Кто в воскресенье, в воскресенье в 10.04, кто возле компьютера? Хорошо, друзья, все, мы начинаем 10 главу, это как новая книга, то есть началась притча царя Соломона, это 31 глава, 9 глав мы уже прошли, сейчас начинается 10 глава, и она как бы начинается заново. Доброе утро всем, шалом, 10 глава начинается как заново, Мишли Шлома, Мишли Шлома, то есть опять идет как бы introduction, такой как предисловие притчи Шлома. Шлома, притчи Шлома, бодер то всем, значит начинаем прям сразу активно, чтобы больше успеть, за 20 минут постараемся, доброе утро, больше успеет, значит притчи Шлома. Интересно, не знаю, как это связано, на иврите Мишли это М, Ш, Л буквы, да? Ют, Мишли, 4 буквы. Шлома тоже 4 буквы, 3 совпадает со словом Мишли, то есть 3 совпадает Ш, Л, М и в конце Эй, в Шломо Эй это 5, а Ют это 10, то есть разница очень небольшая. Значит притча Шлома, и дальше он сразу нам говорит такую вещь, Бен Хахам Исмах Аф, значит сын мудрец будет радовать отца, Исмах Аф. У Бен Ксиль, а сын грешник, вот этот Ксиль это вторая категория грешников, который не может справиться со своими вожделениями, значит Тугат Имо, это грусть его мамы. Значит в чем здесь прикол, здесь есть несколько объяснений, первое объяснение, что сын Хахам и эта радость отца на радость отцу, что отец его бьет, наказывает, заставляет учить Тору, заставляет его заниматься спортом, ну то есть отец он должен строго воспитывать сына, и если он строго воспитывает сына, тогда он его может воспитать именно человеком, да, заложить в него правильные основы. И маленький ребенок, он разболтанный, расхлябанный, он весь такой, все его, ну вот, плючит и колбасит, да, если его не поставят на правильную дорогу, то он рассыпется. А мама обычно, что делает мама? А мама обычно, она, значит вот, жалеет ребенка, поспи еще, полежи еще, по это самое, папа за что-то с ним так строго. И в общем мама вот этой своей мягкой манерой воспитания, она все портит. Это одно из объяснений, одно из объяснений, что это грусть мамы. Я встречал несколько избалованных детей, которых вот так вот их жалели, 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 и потом они превращались в мамыну грусть. Они дальше такие маминтинные сыночки, и ничего они не могли больше сделать в жизни, так они держатся за маму и всю жизнь. Теперь это первое объяснение. Второе объяснение, что умный сын – радость отца, а грешник – это расстройство для мамы, потому что грешник этот, он дома сидит, мама его видит, и она поэтому больше расстраивается. Второе объяснение такое попроще. Значит, первое, это как бы нам дает урок, как надо воспитывать, что интересно, у нас как раз была вчера педагогическая дискуссия дома, и есть жена Равина Гольдшмитта, Дара Гольдшмитт, я от нее слышал, что она говорит, я детей как воспитала. У них не было минуты свободной в все их детство, и у них не было никакой свободы выбора. То есть не было такого, что я ему говорю, что ты хочешь одеть, что ты хочешь покушать. То есть у него было все четенько, как в армии, он учился, развивался, учился, не он там, у них 8 или 9 детей, они все прошли вот эту вот программу, сейчас все они на очень высоком уровне, образованные, воспитанные, там талантливые и так далее. То есть это один вариант. Другой вариант, когда детям дают свободу, я тоже такие семьи встречал, и религиозные, и нерелигиозные, и дети потом вырастают, разболтаны, расхлябаны, не могут собраться, и вот они всю жизнь потом вот такие вот их телепают в разные стороны. Значит, вот у нас был такой педагогический первый отрывок 10 главе. Второй отрывок. Значит, не помогут сокровищницы злодеев, злодейство злодеев, значит, они не помогут сокровища злодеев, не помогут, а отздака, отздака это милосердие, милосердие, добрые дела, она спасает от смерти. Значит, как это работает? Ну, вообще, в принципе, богатство это неплохо, и богатство оно может человека спасти. И вот как раз у меня сейчас жена зашла, я хочу повторить первый отрывок 10 главы. Написано, что умный сын это на радость отцу, а сын грешник это расстройство матери. И есть Малбим, он объясняет так, что отец, он должен сына жестко воспитывать и заставлять его учить Тору мусар. Мусар это через страдания, через ограничения, сделание сына человека. А мама, которая, она, отцу мешает это делать, и она жалеет ребенка поспать, отдохни, не кричи на него и так далее, то это потом расстройство матери, то есть, туга ты мой, это даже не расстройство, а грусть такая и так далее, что таким образом, ну, портится этот сын, и он, значит, потом всю жизнь дает одно расстройство. Вот это так объясняет Малбим. То есть, отец должен, прямо написано, жестокий тот отец, мы дальше будем учить это в Мишле, который не наказывает своего сына за неправильное поведение. То есть, дети, они понимают только, вот, ну, то есть, они пока еще не могут интеллектом собой управлять. Написано, что у ребенка нет доброго начала, по-моему, до доброго начала, до бармицвы, до 13 лет у него вообще нет доброго начала. То есть, вот это вот Тора, которая управляет человеком, у детей ее нету, он не может еще собой управлять. И поэтому родители должны установить очень четкие границы, правила, по которым ребенок развивается, 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 строит себя, да? Потом, когда он уже выстроен, он уже идет по этим рельсам дальше. Но если его не выстроить, то тогда он, он уже, ну, время пройдет, все. То есть, это же противоречит современным системам воспитания. Современные системы воспитания, я не знаю точно хорошо, вот тут прямо написано, как написано, все. Второй отрывок. Не помогут сокровищницы злодея, а от злока спасают от смерти. Что это значит? Значит, вообще сокровищницы, они помогают. То есть, если у человека есть деньги, то он может с этими деньгами, у него появляется более такой люфт влияния на мир, на ситуацию, в плюс, в минус. То есть, деньги это некая такая энергетика, которая позволяет увеличить мощность человека в реализации своих желаний, в реализации своих мечтаний, в реализации, да? Поэтому сами по себе деньги это неплохая субстанция. Но сокровищница злодея, это то, что нажито злодейским путем в нарушение заповеди Торы, в нарушение с грабежом, с обманом и так далее. Так, эти сокровищницы, они как бы бомба замедленного действия. Потому что тот человек, который эти деньги украл и нажил нечестно, там эта бомба через свой механизм все время тикает. Потому что те люди, у которых он украл, они хотят забрать обратно. Специально обученные люди, милиция и так далее, хотят забрать обратно. На небе ангелы и небесный суд, он уже выносит свои постановления. Поэтому вот эти сокровищницы, нажитые злодеем, они ему идут наоборот во зло. Причем, ну, это зло, оно проявляется очень по-разному. Ну, например, очень много историй, когда у таких супер-мега-богатых бизнесменов, но которые нажили деньги нечестным путем, у них проблемы с детьми, прям конкретные проблемы с детьми. Я как-то с сыном смотрел, значит, там, ну, в общем, смотрел, прямо мы примеры смотрели по Виттипедии, самые богатые люди мира, смотрели их биографии. И у многих, у них, это я в книге Каэля там разбирал, там очень много, Сарь Соломон говорит про богатство. Я прямо приводил эти все истории, как люди, которые нечестно наживали деньги, потом не просто все теряли, а потом на них еще, ну, сваливались огромные несчастья. И здесь написано, не поможет богатство злодею, а как тздока она спасает от смерти. Когда человек помогает другим людям, помогает добрыми делами, помогает деньгами, помогает добрым словом, его люди любят, начинают люди его любить. И когда он многое помогает другим людям, например, возьмем того же Фрейда, да, Зигмунд Фрейд. То есть он кому-то помогал, кого-то вылечил, кого-то не вылечил, то есть много людей были ему благодарны. Оп, его там вытащили из Австрии, когда пришли нацисты к власти, да. То есть чем больше человек вкладывает других людей, чем больше он делает добра, тем больше он создает себе депозит на небе и здесь в этом мире, депозит, который его спасает от смерти. Смерть бывает физическая, бывает смерть духовная, но тздока, милосердие, оно дает жизнь и физическую, и жизнь духовную. То есть это то, что стало понятно нам из второго отрывка. Из второго отрывка, значит, дальше. Третий отрывок. Ло, Яриф, Ашем, Нефеш, Садик. Значит, в третьем отрывке написано, не будет голодать душа Цадика. Нефеш это животная душа, не будет она голодать душа праведника. В Ават, Решаим и Адов. Значит, ну как бы запасы злодея, они исчезнут, грубо говоря, вот так вот. Значит, что это значит? Что не будет праведник голодать? Во-первых, вопрос вот этот голодать, не голодать, это вопрос, есть объективная реальность, есть субъективная реальность. И бывает, например, человек какой-нибудь там йог, он день не кушает, а он не голодает. То есть ему вообще кушать не хочется. А бывает человек, он целыми днями сидит возле стола, ест, ест, у него уже вот такой живот, и он не может насытиться. И он все время голодный. И только он съел кусок Наполеона, ему опять хочется, и опять ему хочется, и опять ему хочется, и опять. То есть получается, что вопрос сытости и голода, это вопрос во многом управляемый духовными законами тоже. И написано, что праведник, у него, никогда у него не будет голода, потому что есть у человека вожделение. Написано, что кината, овал и кавод, мацимет, аном и на алам. Значит, зависть, вожделение и стремление к почету человека забирают из этого мира. Есть такая, например, я вот мишна. Значит, праведник, он, почему он праведник? У него нету зависти, у него нету вожделения, у него нету стремления к почету. Поэтому он никогда не будет голодный, потому что у него нет к этому ко всему стремления. У него есть но, у него жизнь очень активная. Праведник, цадик, он духовно растет, он приближается к Богу, он учится, развивается. То есть у него есть жажда, но эта жажда, она полностью удовлетворяется его духовными потребностями. А физические потребности, они у него всегда будут удовлетворены, как, ну, чего ему бояться. То есть это же понятно, очевидно. Бог 40 лет специально тренировал, 40 лет он тренировал, что ман выпадал каждый день. Каждый день выпадала порция мана, чтобы приучить не хлебом, единым живых человек, а всем, что выходит от Всевышнего. То есть полное обеспечение. Тот, кто полагается на Всевышнего, того Бог обеспечивает. Тот, кто полагается на людей, на себя, на профессии, на это. И человек проводит все свое время в каких-то расчетах, пересчетах. Вот, там, будет вот так, а потом я получу профессию, а потом я получу то, потом диплом. Пять лет, а потом будет так, а потом никак не будет. Потому что человек не знает, что с ним будет завтра. И любой шаг после, вот, например, прошел месяц, если в твоей схеме участвуют еще какие-то люди, то эта схема может разрушиться, она вообще уже от тебя не зависит. И сколько людей получали профессии, через пять лет эта профессия была никому не нужна вообще. Все, нету такой профессии. Сколько людей стремилось, там, копили деньги на сберкнижке, потом баф, нет Советского Союза, нету сберкнижек. То есть, значит, если человек цадик, праведник, то Бог о нем позаботится, и с ним будет все хорошо. Это то, что понятно из третьего отрывка. И он не будет голодный. Если он злодей, то сколько бы он ни копил, ни собирал, ни пытался перестраховаться, все равно Бог найдет способ, как у него все это забрать. И, как есть известная история, я помню, Равис Хазильберг рассказывал, где хранился их леврака, что было два человека. Вот они вместе шли по своему жизненному пути. Один был религиозный, второй был нерелигиозный. И вот ему уже там по 80 лет, они, значит, уже на пенсии, тот, кто был нерелигиозный. У него там есть один ребенок, который где-то живет в другой стране, значит, ну вот он один такой, как бы. А второй, который был религиозный, они работали все время, оба были на заводе рабочие, да. Но тот, который религиозный, у него там 7 детей, у него 85 внуков, у него, значит, ну так все, как бы, такая жизнь бурлит, кипит. А этот, он такой сидит один. И вот они как-то сидят на лавочке, разговаривают, и тот, который нерелигиозный, ему говорит, слушай, говорит, я не понимаю одну вещь. Я, значит, всю жизнь работал по субботам. То есть, а ты в субботу все время сидел в семье, значит, песни пел, кушал, три трапезы, там, праздновал. Это значит, в году я работал на 52, на 50 суббот больше, чем ты. На 50 дней больше, чем ты я работал. На два месяца в году. Получается, что я должен был получать две месячные зарплаты каждый год дополнительно. И еще это получается, ну то есть, две месячные зарплаты должен был получать. Теперь, значит, говорит, второе, это за 10 лет, это 20 месячных зарплат, да? За 30 лет рабочего стажа, это 60 месячных зарплат, это 5 лет, за 5 лет зарплата. Так я же, говорит, подожди секунду, 5 лет зарплата, там, при, ну, зарплата на заводе, там, допустим, в Израиле, в Америке, 50 тысяч долларов в год, это 250 тысяч долларов, это огромные деньги. Говорит, я же должен быть намного богаче, чем ты, где мои деньги? А тот, говорит, смотри, говорит, что деньги, которые в субботу заработаны, они были евреями, ну, которые не могут в субботу работать, так они потом уходят на врачей и адвокатов. То есть, они потом уходят на какие-то проблемы и сложности в жизни. И действительно, если мы посмотрим на жизнь человека, который полагается на Бога, а человека, который не полагается на Бога, то тот, кто не полагается на Бога, он все время в беспокойстве, в каких-то просчетах, перерасчетах, как будет, так будет, не так будет. Тот, кто полагается на Бога, он говорит, а что мне? Написано, что Ашра, Агевер, Ашр, Бутех, Баашем Сейчас человек, который полагается на Бога, в Ешем и в Тахо, и Бог ему будет давать, значит, бетахон, вот эту вот безопасность. Или, Абутех, Баашем, Хесет и Саввену Тот, кто полагается на Бога, значит, его будет милосердие окружать, куда бы он ни пошел. Или мы учили в третьей главе, там есть очень классный, красивый посыл такой Птах, Эляшем, Буколи, Беха Положись на Бога всем своим сердцем В Аль-Бинатха, Аль-Тишейн А на свою сообразительность и логику не полагайся. Потому что, что ты на нее полагаешься? Ты думаешь, ты можешь просчитать, ничего ты не можешь просчитать. Потому что, во-первых, просчитать можно только умных людей, дураков просчитать нельзя. А вокруг больше слов, половина дураков непросчитываемые, да, которые могут такое сделать, там, ну вообще непонятно. Ну, причем не просто дурак, это такое слово. Есть люди непросчитанные, ну вот не знаю, что же они скажут. Вот Дональд Трамп, например, взял, это большая семерка, а он говорит, а я не подпишу. Я, говорит, со всеми сейчас, мы, Америка вводит на всех санкции, не санкции, а эти самые, пошлины. А вы на нас не ведете, потому что, как это вы на нас ведете? То есть, ну, где тут логика, да? То есть, он вводит санкции, там, против Канады, не санкции, а пошлины. А когда канадский премьер-министр вводит против него же пошлины, он говорит, ты что, дурак, что ли? Как ты можешь против меня пошлины вводить? Ну, где логика? Нет логики. И в мире очень полно людей, которые, у них отсутствие полной логики. Поэтому, когда ты пытаешься своей сообразительностью и логикой просчитать свою жизнь на 3-5 лет вперед, это самое пустое занятие в мире, бесполезное вообще. Поэтому, Птагба, Шемба, Коли, Беха, положись на Бога всем своим сердцем, а на свою логику не полагайся. И в третьем отрывке 10 главы нам дано обещание, что праведник, он голодать не будет, а злодей, так сколько бы он ни накапливал, не хватит ему. Дальше, четвертый отрывок. Рош-Асе-Каф-Ремья. Он говорит, бедность делает высокомерие. Высокомерие, ну, как бы, высокомерие создает бедность. Выят Харутсим Таашир. А рука Харутс, это такой быстрый, который прям шарашит, она, ну, то есть это приносит деньги. Значит, что это значит? Бедность делает Каф-Ремья. Бедность делает Каф-Ремья, высокомерие, делает бедность. Да. Значит, А, Ремья, это невысокое. Это слово Ромай. Ну, звучит так же. Ромай, это обманщик. Обманщик. Значит, все, это тогда совсем по-другому. Значит, бедность делает рука, которая обманывает. То, человек, который пытается заработать деньги обманом, заработать, ну, получить деньги обманом, то идет накопительный эффект. Он одного обманул, второго обманул, третьего обманул. Дальше с ним никто не будет иметь дело. У него нет репутации, у него нету... Ну, то есть, он обманщик. Все. Это быстро распространяется, и рано или поздно он натыкается на психа, и он обманывает психа. Псих его, значит, каким-то образом атакует, и вот эти вот обманщики, они, конечно, потом мучаются и жалеют, что они обманули. Теперь, ну, тот, кто Харуц, его рука Ташир, то есть, тот, кто много работает, учится, встает рано, ложится поздно, и главное в работе, вот это очень важная вещь, которую, ну, это уже, как бы, больше психология, что человек должен, мы будем, мы тоже, мы не шли учить, в конце там, что То есть, если ты увидишь умана, мастера, который быстрый в своей работе, будет он стоять перед царями и не будет стоять перед темными людьми. Что это значит? Если человек, он Харун, он такой быстрый, активный, но он нигде не задерживается, то, в принципе, он будет все время только снимать краткосрочные какие-то результаты. Человек, который хочет хорошо зарабатывать, он должен стать мастером в каком-то деле. А для того, чтобы стать мастером в каком-то деле, нужно выбрать это дело и в нем ежедневно совершенствоваться и работать, совершенствоваться и работать, сохраняя Асашем Тов, Асали Ацмо. То есть, делая себе хорошее имя, чтобы люди знали, что ты в этом деле мастер, ты делаешь максимально круто свою работу, и ты в этом деле постоянно совершенствуешься, набирая новые ресурсы, осваивая новые технологии, то есть, не останавливаясь в своем любимом деле, надо совершенствоваться и тогда у нас есть обещание прям конкретное обещание четвертом отрывке что тот кто обманывает обеднеет а тот кто быстро работает классно хоруц такой зарис такой быстрый тот обязательно разбогатеет все на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш 63 урок мы двигаемся видите как в мишле мы двигаемся прямо с хорошей скоростью же 63 урока настойчивой постоянно значит желаю всем хорошего дня прекрасного дня и какие три вывода я сделал из сегодняшних из сегодняшних четырех отрывков первое что нужно сына строже воспитывать прямо конкретно сегодняшнего дня начиная второе что надо полагаться на бога и тот у полагается на бога нет у него недостатка ни в чем и 3 это надо быть хоруц надо быть ярким таким в одном деле то есть я сейчас вот за узел убрал все лишние проекты свои и своей жизни оставил только несколько проектов и в них сейчас буду совершенствоваться прямо сегодняшнего дня буду в них совершенствоваться все дорогие друзья жду ваших выводов учим тору делимся торой обучаем торе делимся своими выводами и подключаемся к воикра к странице воикра все подключаемся надо сделать мощную страницу все удачи успехов жду ваших выводов да Продолжение следует...